Всем ассаламу алейкум! Сегодня я вам покажу и расскажу, как делать вот такой вот настоящий узбекский плов. Записывайте и запоминайте. Для этого возьмите специи, две средних луковицы, рис, морковь, нут и последнее мясо. Теперь в большую кастрюлю закидываем разделенный жир от мяса и обжариваем жир до хрустящей корочки. Потом выдаши загорелые кусочки, потому что они нам больше не нужны. Нам нужна вся сочность, которая вышла из нее. Теперь заливай все маслом подсолнечным, это примерно 5 столовых ложек. И закидывай туда лук и обжаривай 5 минут. Теперь закидывай мясо к луку и обжаривай. Когда доведешь мясо до такого цвета, закидывай одну чайную ложку соли и перемешивай. Когда мясо стало таким золотистым, закидывай туда морковку и распределяй сверху. Так же закидывай нут и тоже распределяй сверху. Теперь закидывай специи. Половина чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка куркумы и 1 чайная ложка зиры и 1 столовая ложка соли. И заливай водой так, чтобы вода была выше всего содержимого на 3 сантиметра. И варь на среднем огне, пока морковка не станет чуть мягкой. Когда морковка стала мягкой, открываем кастрюлю и закидываем туда рис. И распределяй рис по всей кастрюле. Не повезло мне, шумовку расплавил. Лучше использовать железные инструменты. И ставим на максимальный огонь и варим до того, пока рис не впитает всю воду. Когда рис впитался в воду, открываем крышку и делаем проколы в плове. И глубоко засовываем в середине чеснок. И варим на среднем огне 5 минут. Через 5 минут перемешиваем, заворачиваем крышку полотенцем и оставляем тушиться на минимальном огне 35 минут. Открываем и смотрим, какой красивый плов у нас получился. Мы должны его хорошенько перемешать. И остается только идеально подать его. И вот такой вот обалденный узбекский плов у нас получается. Вам не остается только пожелать приятного аппетита. Всем ассаламу алейкум. Приятного аппетита. Продолжение следует...